Масло, молоко, консервы, соль, керосины, спички. Повышенный спрос на эти товары образовался в Барнауле уже буквально на следующий день после начала Великой Отечественной войны. Дефицит удалось компенсировать спустя несколько дней, свидетельствуют документы выставки, которую подготовил Госархив Алтайского края. Из исторических документов понятно, что в остальном жизнь в Барнауле шла своим чередом, разве что день физкультурника проходил необычно. Вместо футболистов выступали милицейские с азами штыкового боя, а по городу прокатились велосипедисты в противогазах. Настоящие трудности появились, когда в город начали приезжать эвакуированные. Разрешалось вселение эвакуируемых в жилище горожан в любое время дня и ночи при наличии ордера на вселение. Или, допустим, те, кто не соглашался добровольно уплотняться по законам военного времени, они могли быть выселены в сельскую местность. В одной комнате нередко проживало по три семьи. Проблему перенаселения решили кардинально. Вели повинность на строительство, то есть барнаульцы обязаны были возводить дома для новоприбывших. В годы войны в Сибирь, в том числе и на Алтай, эвакуировали не только людей, но и заводы. Барнаул во многом стал промышленным городом. А в 1944 году у горосполкома появилась идея создать отдельный промышленный район на территории промзоны Октябрьского района. Однако Москва идею не одобрила. Все заводы, которые были эвакуированы, они расположились в основном в северо-западной части города. И поэтому для того, чтобы приблизить, так сказать, вот эти заводы к органам управления, необходимо было создать четвертый район. Как ни парадоксально, но Великая Отечественная задала тренд на оккультуривание Барнаула. Во время войны из европейской части в столицу края эвакуировали два театра, заработали три кинотеатра, цирк и филармония. В то время город регулярно посещали известные деятели культуры и другие знаменитости. Так, в годы войны в Барнауле побывали поэт Константин Симонов, джаз-оркестр Леонида Утесова и знаменитый эстрадный телепат Вольф Мессинг. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.